Шубу, как и сани, лучше готовить летом. Сегодня на всей территории ЕАЭС, в том числе и в России, запрещено продавать меховые изделия без специальной маркировки. До этого с апреля в нашей стране закон действовал в тестовом режиме. Стоимость некоторых шуб вполне может соперничать с дорогими иномарками. И при этом всегда есть вероятность, потратив немалую сумму, купить подделку. Их на рынке около 70-80%, говорят эксперты. То есть 8 шуб из 10 везены в страну нелегально. При этом, по данным Минпромторга, в 2015-м в Россию через таможню попало 240 тысяч меховых изделий. Это только легальный импорт. Соответственно, всего в нашу страну за год везли миллион 200 тысяч шуб. До последнего времени шубы на территорию нашей страны завозились бесконтрольно. Главное, своевременно заплатить таможенную пошлину. Теперь на любом меховом изделии, если его поставляет в страну юридическое лицо, должна быть специальная маркировка. Одежду, которую сделали на заводах Армении, Белоруссии, Казахстана или Киргизии, специальным чипом будут снабжать сами производители. А вот шубы из Греции или, например, из Китая предпринимателям будут маркировать прямо на таможне. Первой среди стран ЕС реализацию хранения и транспортировку меховых изделий без контрольных знаков запретила Белоруссия. В Белоруссии маркировка потребительских товаров существует с 2005 года. И вот в результате практически в два раза это привело к увеличению налоговых поступлений. В Армении тоже существует очень большой сегмент товаров, которые маркируются буквально через год после введения маркировки. Практически в два раза у них увеличились налоговые поступления. Специальные метки предназначены для того, чтобы бороться с контрафактом. Информацию с чипа можно просканировать с помощью смартфона и узнать всю историю товара. При этом разработчики уверяют, что взломать эту информацию на метке невозможно будет в ближайшие 10 лет. А стоимость чипа невелика и производство меховых изделий дороже не станет. Стоимость контрольного дизиционного знака составляет всего 22 рубля. А стоимость чипа у нас начинается от 80 тысяч и выше. Соответственно, это никак не отражается на потребительских ценах. Тем более, производитель не сможет увеличить стоимость шубы, поскольку стоимость регулируется рынком, а никак не тем, какие цены поставит производитель. Чипировать товары – мировая практика. Метки на продукцию ставят все чаще. Маленький чип используют крупнейшие логистические компании. С помощью метки, в частности, голландские селекционеры отслеживают поставки цветов в другие страны. А крупнейшие ритейлеры внедают систему считывания товара прямо в самой корзине для покупок. Остается только поднести к кассе и оплатить. Цель – снизить давление на добросовестных предпринимателей со стороны тех, кто использует всевозможные серые схемы и, как следствие, пополнить казну. Возможность в доли секунды выявить подделку создаст условие, когда сбывать серую продукцию станет сложно и невыгодно. Мы надеемся, что рынок станет намного прозрачнее. И российская казна, и, кстати, как и бюджеты тех государств, которые сегодня входят в Таможенный Союз, получат дополнительные серьезные и таможенные, и налоговые поступления. Евразийская экономическая комиссия оценила объем дополнительных доходов бюджетов пяти государств более 500 миллионов евро. Я думаю, что это приблизительные оценки, но это серьезная цифра. Объем рынка меховых изделий в России в 2015-м превысил 8,5 миллиардов рублей. Гигантская сумма. Россиянки традиционно любят шубы и охотно их покупают. Все-таки зима у нас длинная. При этом за год рынок усов почти на 40%. Такое значительное снижение связано с резким уменьшением импорта. Зарубежных шуб, а именно греческого, китайского, итальянского производства, становится все меньше. А вот экспорт отечественных мехов растет. Эту тенденцию отмечают с 2012 года. Больше всего меха дает стране и за границей Северо-Кавказский федеральный округ. Там производят треть всех шуб и меховых изделий. Если говорить о регионах, то тут лидер Ставропольский край. В 2015-м там произведено мехов на 630 миллионов рублей. При этом, обкатав технологию на шубах, власти будут переходить на чипирование других товаров. В планах начать маркировку лекарств. Метки могут появиться на лекарственных препаратах уже в 2017-м. Сейчас технологию разрабатывают, спешить не собираются, чтобы новшество не сказалось на стоимости лекарств.